Владимир Воробьёв родился в Орловской области, но с 80-х годов живёт в Приморье. Окончил художественно-графическое отделение Дальневосточного института искусств. Своим наставником считает Ивана Васильевича Рыбачука. Начинал Воробьёв как самостоятельный художник. Во время длительных загранрейсов посвящал свой досуг живописи. Позднее она стала основным занятием в его жизни. Данная выставка сочетает в себе женские портреты и пейзажи Приморья и Дальнего Востока. На первом этаже представлены портреты, поскольку посвящено Международному женскому дню. В основном женские живописи, графика, женские портреты. Ну и немножко, так сказать, чтобы людям было интересно, пейзажи. В основном природа Дальнего Востока. Я в основном работаю именно в такой манере. У меня реалистическое направление, я в этой области работаю. Вдохновением для большинства портретов стали прекрасные жительницы Приморской столицы. А чтобы отразить всю многогранность женской красоты, художник обратился к разным жанрам и техникам. В серии пейзажей автор стремится отобразить природу родного края. Центральное место в его работах занимает вода. Зеркало её поверхности всегда играет бликами, отцветами, вдвойне усиливая эффект любимого им освещения от луны, заката, солнца. Я не знаком был с творчеством Воробьёва Владимира Сергеевича, но попав на выставку, просто вот ошеломление. Очень много работы пейзажа, вот на втором этаже я посмотрел. Причём такая география, Дальний Восток, Камчатка, Дальний Реченск, в котором мы были в стройотрядах, я сравниваю, великолепно передана природа. Великолепно, просто вот поразительно. Прикоснуться к миру искусства и зарядиться положительными эмоциями можно в течение марта, посетив выставку в Пушкинском театре. Вход свободный. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.